доброе доброе утро питомника воплощение мечты и вы конечно же в гостях у заводчика корги о чем сегодня поговорим я вышла погулять с собаками развлечься подышать воздухом осенним теплым приятным еще не морозным но уже таким свеженьким в кармане в кармане говядину нащупали вот же крокодилы сима вот джем просит как приличный мальчик да как приличный лап куда сима ворюга сима слезь быстро слезь я говорю слезь давай ты посмотри кому такая нахалка нет нет что все ну вот как можно поговорить вот как можно поговорить в этом доме спокойно это же ужас какой-то это крокодилы они собаки или обыск я сейчас залезу в карман она облизывается джемик джемику самому приличному да дже дже ты съешь с этими девками как же джем иди сюда наконец-то скажи боже самая интеллигентная собака в этом доме он даже просит интеллигентно лапочкой вот так лапочка ну дай пожалуйста и по карманам не лазит как это басота сима это про тебя джем к о чем сегодня мы поговорим так как разъехались наши щеночки из помета пи то возникает сейчас вот такая ситуация когда у людей вопросы по содержанию щенков и хотя конечно же постоянно я консультирую рассказываю объясняю сбрасываю ссылки на видео которых достаточно много и часто говорю о том как я рекомендую содержать щенков то есть скажем так это не общие какие-то рекомендации а лично мои как я как заводчик рекомендую содержать ухаживать за щенками пембраками кардиган в данном случае о пембраках речь шла да так вот сегодня я хотела еще раз раз уж мы тут гуляем еще раз поговорить на эту тему и наверное еще раз раскрыть те вопросы которые вот прям возникают то есть наверное они самые актуальны то что вот было на слуху за вот эту неделю когда малыши разъехались итак самое первое когда гулять как гулять об этом спрашивают все актуально важно и все хотят гулять побыстрее прям побыстрее ну смотрите какая ситуация гулять побыстрее конечно можно во первых что такое вакцинация щенка полная вакцинация щенка это две или три их комплексных вакцины которые делаются от 6 до 12 недель это может быть 68 12 9 12 ну зависимость от препаратов до применяются ли папе вакцин или не применяются но это не так принципиально ну раньше 12 месяца мы можем считать что щенок еще не раньше 12 недель мы можем говорить о том что щенок еще полностью не привит но что в такой ситуации делать не гулять до четырех с половиной до трех с половиной месяцев тоже неправильно потому что ну что это такое щенок должен социализироваться щенок должен бывать на улице что я рекомендую делать если у вас частный дом огражден хорошо и собака не будет иметь щенок не будет иметь контакта с непривитыми животными то в своем дворе конечно же щенок может гулять это абсолютно нормально если у щенка сделана даже одна вакцинации и после после второй вакцинации через 14 дней соответственно гуляйте вообще где хотите как хотите ну плюс бешенство конечно в три полных месяца но это отдельная тема дальше если вы живете в квартире щенком гулять можно но что значит нужно знаете можно но осторожно гуляем на ручках не подолгу не часто то есть еще такое прогулка для щенка на прогулка это приучение к туалету в первую очередь да и активность чтобы щенок мог свою активность до куда-то деть если мы еще не вакцинированы полностью если щенок еще полностью не вакцинирован пожалуйста не лишайте его прогулок тех плюсов которые несут за собой прогулки но эта прогулка только для социализации взяли на ручки пошли погуляли не выпускаем на землю не контактим с непонятными животными и да с людьми собственно говоря тоже не нужно непонятными так когда щенок полностью привит привит полностью после второй вакцинации и 14 дней но на практике сделали вторую вакцинацию день-два и пошли гулять потому что знаете так так можно договориться и до того чтобы полугода щенок должен сидеть это уже найти у всего есть какие-то свои разумные пределы что более важно более важно обработать щенка от клещей обработка от клещей может быть таблетированная и капли ошейники от клещей я не советую для корги не вариант это может быть такое вот как дополнительная да даже как дополнительная защита нет смысла в этом передозе ненужном в общем ошейники я вообще для корги не советую таблетированные препараты либо капли на холку в чем разница таблетированные работают внутри организма капли на холку жировом слое так таблетированные препараты хорошо себя зарекомендовали они зачастую оказывают комплексный эффект не только от влог клещей но и от гельминтов но не нужно забывать что таблетированные препараты которые действуют на три месяца сложно рассчитать для щенков вы просто не попадете вес так как щенки быстро набирают свой вес и за три месяца он изменится кардинально поэтому таблетированные препараты на три месяца мы можем использовать для взрослых животных для подростков для щенков пожалуйста таблетированные можно согласно аннотации но пожалуйста которые работают месяц таблетки это тут как бы рекламу их много на эксгард симпарика наверное на месяц на три месяца бровекта вы можете посоветоваться со своим ветеринаром а еще лучше снега с несколькими какие препараты лучше всего себя зарекомендовали в вашей данной местности почему это важно потому что во первых не так важен сам препарат как его оригинальность это важно когда меня просят скажите какими препараты вот какие препараты вы рекомендуете вот я рекомендую оригинальные препараты я не могу сказать пользуйтесь только этим а все остальное фигня вы купите где-то на рынке какую-то поделку или в интернете вам попадется не дай бог скажите что же нам вот она пробила пробивают конечно любые препараты могут пробить в основном пробивают поддельные с неправильными сроками и технологии хранения условиями хранения неправильные сроки передачи препарата просроченные какие-то сроки когда уже прошло там полтора месяца до например от дачи препарата должен на месяц ну что такое месяц месяц это желательно вот по-хорошему 25 дней тоже все это нужно учитывать да потом так что у нас еще если это капли на холку тоже смотрите капли на нужно же не только оригиналы наносить но еще и правильно наносить три дня до нанесения препарата мы щенка не купаем не купаем шампунями то есть не купаем так чтобы обезжиривать кожный покров если это просто обмыть в теплой водичкой да там как-то в ванной от песка там от грязи там мы не считаем купать купание это с использованием шампуня моющих средств и три дня после нанесения капли на холку тоже собаку не купаем и в данном случае не купаем вообще никак не водичкой не с нанесения с не использование моющих средств то есть после нанесения мы стараемся не смывать препарат никаким способом кроме того мы не даем и самому щенку каким-то образом там слезать препарат используем мы его минимум на трех точках вдоль позвоночника не на одно место наносим все количество вот и конечно же согласно аннотации по весу собаки по весу с учетом роста щенка не забываем что щенок растет и через три недели его вес изменится то есть радость подобрать так препарат чтобы по весу у вас был запас так что мы дальше имеем по обработкам по вакцинациям понятно да более-менее по ушам вопросы что делать с ушами ничего не делать с ушами уши у корги самый малообрабатываемых орган конечно можно при загрязнении незначительным обычно у корги уши очень сильно не вымазываются мы можем ушки протереть ватным диском можно ватный диск намочить перекисью водорода слабой перекисью неконцентрированной самой-самой слабой которая подходит для слизистых вот то есть не выше трех процентов далее что мы можем сделать любые лосьончики такие легкие знаете то что называется святая вода мы можем принципе тоже использовать если вам сильно хочется но это такое это ни о чем то есть просто ватный диск намочили теплой водичкой ушка протерли по наружной части не суем внутрь ухо никакими ватными палочками ничем 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 только смываем загрязнение стираем наружно на поверх на внутренней поверхности ухо так дальше если уши стоят окей ушки молодцы ушки могут стоять могут не стоять месяцев до 4 5 это такое состояние переменчивое что может быть какие могут быть ситуации вы забираете щенка у заводчика у которого ушки стоят стабильно проходит месяц и начинает одно ухо гулять или не месяц неважно или оба уха гулять то есть опускаются пытаются подняться с утра может быть поднимаются потом опускаются ближе к вечеру вот такое вот состояние изменчивое для уха это нормально период смены зубов если уши стали вот такие нестабильные пожалуйста начинаем добавлять кальций и коллаген объясняю почему кальций коллаген коллаген нужен для хряща для укрепления уха кальций нужен для укрепления зубов так как основная причина падение уха это как раз активный рост зубов смена зубов то мы в этот период соответственно нужно поддержать и зубы хотя вот для самих ушей нужен как раз именно коллаген поэтому я рекомендую добавлять и в этот момент и кальций и коллаген глюкозамин можно тоже если ваш щенок тяжелый глюкозамин с хондроитином ветеринарные совершенно разные препараты если щенок сырой тяжелый костистый такого прямо такой вот бурундук то может быть но это конечно тоже лучше обсудить заводчиком потому что глюкозамин это совершенно не святая водичка у него есть свои плюсы свои минус ну как у любого препарата поэтому по поводу глюкозамина советуемся по поводу кальция в дозах рекомендованных для щенка как скажем так профил профилактические кальций да можно добавлять на смену зубов и на упавшие ушки плюс коллаген терапевтических дозах препараты покупайте ветеринарные коллагена и читаем по аннотации сколько нужно добавлять щенку такого-то веса профилактически для укрепления ушей например ну и соответственно советуемся заводчиком если ушки у нас стоят то и слава богу в принципе даже сам по себе и кальций в таком случае не нужен или скажем так не обязателен на смену зубов если щенок получает хорошее питание если щенок получает и мяско и яичко и корм хороший то нет смысла нет смысла совершенно в кальции если же ушки падают том а кальций нужно задуматься то есть есть причины так далее лапки лапки щенку лапки щенку с лапками уход у нас такой он скажем так тоже не небольшой но нужен во первых мы состригаем шерсть на лапки на самой на поверхности на подушечках между пальчиками мы прям вот не лезем вот тут между пальчиками . покажи вот между пальчиками туда мы не залазим но срезаем в уровень с лапкой 6 чтобы просто иди сюда иди сюда шерсть не выступала за уровень лапки не торчали здесь такие вот прямо клочки шерсти этого достаточно выстригать прямо между пальчиками это лишнее и обрезка когтей конечно как часто постоянно спрашивают ну как можно ответить на этот вопрос как часто у всех щенков в разный рост когтей раз у всех щенков по-разному они стираются два вы же гуляете правильно щенок гуляет он конечно он стачивает когти вот поэтому как часто обрезать вот как отросли так и обрезаем чем чаще это мероприятие будет проходить тем лучше потому что щенок привыкает к этой манипуляции старайтесь лучше чаще чем очень коротко потому что если очень очень коротко скорее всего вы нарушите капилляр что будет сопровождаться болью для щенка и конечно начнется негативная реакция на обрезку когтей покороче обрезать как вариант это конечно можно но это когда делается покороче когда нужно сам коготь укоротить ну для выставочных собак и режут покороче ну я вам скажу это все уже такое найти режьте чаще но поменьше чтобы не нарушить капилляр если будешь нарушили капилляр целостность капилляра закровил коготок не пугаемся не паникуем ничего страшного можно приложить хрусталик марганца марганцовки либо просто прижать фатным диском через там 30 секунд скорее всего кровь остановится сама там эта капелька ничего со щенком не случится ну я думаю для тех кто первый раз порезал коготь это наверное морально страшно на самом деле это не опасно то есть коготки режем часто понемножку так дальше а не забывайте пожалуйста про пятый палец на передних лапках которые вот сбоку джема вижу ты попой повернуться на этом пальчике тоже коготки обрезаем так дальше какие вопросы возникают гуляем как на поводке на или на господи как называется там слушайте на рулетке с тещинком гуляем только на поводке рулетка это такой прогулочный прогулочный такой предмет который используется для взрослых адекватных послушных собак для собак которые регулируются голосом которые управляются голосом легко и просто если собака молодая тем более щенок или собака которая пугливая да не дай бог или вы идете в незнакомое место для собаки в людное место где много транспорта шумы могут быть какие-то резкие пожалуйста не используем рулетку не играем судьбой в рулетку так сказать так далее далее что у нас далее по питанию по питанию вопросы такие смешные а яблочко можно огрушку можно апельсин можно а кусочек того а кусочек всего а сладости по чуть-чуть ребят давайте не забывать что вы приобрели собаку собаки требуется видовое питание мы не говорим о том что если собака съест кусочек мандари на дольку или одну ягодку винограда или персика половинку то с ней что-то случится есть собаки любители таких вот вещей у меня мажор обожает виноград он за него душу продаст как лиса вот прям но это не значит что собакам нужны эти продукты кормим собаку максимально приближенно к тому типу питания как кормил щенка заводчик как кормим мы питомники воплощение мечты у нас смешанное кормление я использую мясо совершенно разное это и говядина и курица и баранина индюшатина что то что есть под рукой чаще это говядина так как у нас поставщик постоянный более менее особенно последнее время только говядина но может быть это может быть и курица и индюшатина и баранина не вопрос избегаем свинины как бы свинина нормальное мясо для собак но но нашей стране там где лабораторные проверки могут быть только на бумаге все-таки мясо свинины мы избегаем прочее мясо пожалуйста даем мясо даем сырое но промороженное в каком количестве ну существуют нормы кормления но я вам скажу на практике вот смотрите есть два человека с одним весом да мама и папа например папа есть только мама есть другое количество зависит от энергопотребления от личного обмена веществ от многих фактов факторов поэтому очень легко понять через два-три дня кормления сколько же непосредственно нужно того же мяса тех же овощей того же корма вашему щенку конечно есть нормы которые прописаны на упаковках для щенка там 200-220 грамм корма но с учетом что у вас будет смешанное все-таки кормление вы будете кормить и кормом и мясом как я советую рекомендую здесь сложно просчитать дозировку поэтому одно кормление я рекомендую делать мясное до насыщения щенка ну сколько там это может быть ну там жменька это же щенок постоянно растет жменька мясо да что щенок наелся и отошел от миски довольный миску не буцает носом не вынюхивает по всем углам где еще найти да нормально поел пузико видно наелся довольный счастливый завалился отдыхать и пошел играть это все вот эти дозировки это все индивидуально не берут щенку не голову сколько нужно мяса щенку для хомуха килограмм вот сколько того мяса нужно щенку вот и два или три следующих кормления могут быть мясными могут быть сухим кормом либо два мясных два сухим кормом если мы четыре раза кормим начиная с трех месяцев можно переводить на трех разовое ну наверное лучше наверное четыре а вот там уже четырех с пяти месяцев уже на трех разовое с шести месяцев на двух разовое питание ну это тоже индивидуально собака которая на улице проводит большую часть времени да и холодное время года кормление может быть больше собаки которые в квартире живут в жаре в сухом воздухе достаточно и меньшего количества раз питания то есть это тоже все это нужно подбирать индивидуально по ситуации не перекармливайте собак это не есть хорошо это не есть полезно не есть здраво вот наша задача чтобы собака была активная блестящая упитанная но не жирная у кардигана должна быть видна талия вот у симы это не очень видно я бы сказала у нее так процентов пять лишку а вот джем такой яркий представитель такого более сухого поджарова типа кардиган его ну вот нова сейчас в хорошей принципе форме а ну-ка нова дай-ка пощупай ребрышки твои ну конечно малеха жирновато если честно вот поэтому с питанием расслабились кормим столько чтобы щенок был сыт щенок активно растет и каких-то нормах для него говорить сложно для взрослой собаки пожалуйста придерживаемся каких-то норм на которые собака сама укажет потому что есть такие суки которым и 50 грамм корма в день много они жиреют святого духа понимаете а бывает с таким обменным веществом и не то что там 250 и 300 грамм мало потому что на ней все горит поэтому собака сама укажет ту норму которая ей нужна это касается и мяса и корма и всего остального так потом дальше все эти добавки в виде фруктов овощей какие можно овощи ну практически любые тыква морковка сладкий перец это прекрасно лук чеснок собакам не рекомендуют если собака съесть случайно одну дольку чеснока я не думаю что с ней что-то случится но это не рекомендованные продукты для собак капусту но есть такие есть такие мнения что капуста вызывает сдутие ну пукать будет собака да то есть капуста наверное не самый нужный продукт но то опять же если качанчик у вас собака отгрызет там чуть-чуть ну ничего страшного не случится но на постоянку это не корм для собак фрукты ну фрукты тоже яблочко пожалуйста пусть грызет это же не кормление яблок это не питание это погрызушка такая понимаете разницу дать погрызть собаке для веселого времяпровождения и питания собак поэтому мы не сравниваем мы не приравниваем яблоки или какие-то фрукты к питанию а скажем это такая витаминная ну может быть скорее даже клетчатка такая порция клетчатки и развлечения для собачки да держи потому что собачкам весело особенно щенкам очень весело погрызть яблочек так какие-то эротические фрукты цитрусовые ну 300 лет они не нужны особенно щенкам особенно щенкам запихивать в щенка там какой-то ассортимент фруктов я вообще не вижу мало того что нет необходимости но еще это и вредно сорвать кишечник сорвать желудок щенку очень просто восстанавливать как будем потом поэтому чем более 1 однообразное питание тем лучше корм мясо яйцо морковка яблочко творог если вы сами его делаете только я категорически против и базарного и магазинного творога ну кефир может быть может быть немного опять же так что еще косточки по поводу косточек для собаки которая приучена к мясу в принципе косточки не представляют опасности губчатые кости мягкие кости в количестве не превышающей скажем так десять процентов от общего количества еды то есть это должна быть погрызушка почистили зубки называется для чистки зубов косточка окей мягкая губчатая косточка как кормление собаки или наваривать на костях какие-то бульоны вот это все категорически и даже не спрашивайте меня об этом варить кашу на костях можно ли потому что я начну кусаться нет нельзя не варим никаких каш ни на каких костях и вообще вареные кости это яд это смерть это ужас и не дай бог то есть кость может быть губчатая кость должна быть сырая и косточка должна быть в малом количестве в качестве погрызушки и косточки должны быть под надзором то есть присматривайте и затем как собака эту кость доест не оставляйте с костью на ледене собаку во избежание редких но несчастных случаев так дальше об этом рассказали что еще лежанки лежанки про лежанки все очень просто корги лежанки 300 лет не нужны щенок сожрет все эти синтопоновые троны поэтому либо это прочный пластик лежаночка на которую мы можем покласть какую-то фланелевую пеленочку одеяльце какое-то там такое без синтопона желательно чтобы им нельзя было нажраться да ну фланель какую-то не знаю там шерсть что угодно вот либо собака спит вообще на таком одеяльце на полу или вообще она спит на полу потому что корги в домах как правило жарко и они себе выбирают самый холодный прохладный уголок вашего дома все вот эти мягкие троны синтопоновые ну если вам сильно хочется потратить на них деньги тратьте но уже для собаки у которой сменили зубы и она уже более-менее спокойно себя ведет и не вандалит в доме так далее какие у нас еще вопросы вопросы вот же швондеры ну вопросы 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 по глазкам глазки на мокром месте могут подтекать это бывает у щенков если это знаете такое время от времени легкая слезинка ничего страшного слезные каналы у щенков могут быть еще что недосформированы могут забиваться это может быть и реакция на какие-то компоненты в еде то есть причин может быть много если это не гнойные выделения если это не какие-то сильные выделения то как правило у щенка это проходит если это не проходит скажем так месяцев до пяти то стоит все-таки обратиться к окулисту и проверить слезные проходы слезные каналы если слезные каналы в порядке тогда мы уже смотрим питание скорее всего что-то в питании бывает бывает такое дело ну скажем его совершенно разных пород но и у корги в том числе не так часто слава богу не частое явление но бывает бывает с этим и не могут никак справиться так собака с этим и живет но чаще всего я думаю все-таки там причина в слезном канале просто не каждый знаете ли ветеринар может с этим разобраться наверное да да вот должны быть вот такие сухие чистые глазки ну бывает по-разному так дальше что у нас дальше ну вроде как все такое основные вопросы мы осветили а как гулять сколько гулять пока щенок маленький мы гуляем каждые три часа понемногу то есть ваша задача донести до щенка что туалет должен быть на улице это хорошо это весело это вкусно это поощряется и ты молодец со временем количество прогулок уменьшается и их время увеличивается да то есть если мы гуляем щенком каждые три часа соответственно вы не можете с ним гулять по часу да иначе вам придется жить на улице а если мы гуляем с ним каждые три часа мы с ним гуляем там 10-15 минут если мы гуляем потом каждые там 4 каждые 5 часов соответственно время укорачивает удлиняется взрослая собака в принципе гуляет 2-3 раза и как минимум одна прогулка должна быть длительная не менее часа полутора остальные прогулки могут быть такие вот на попис там 15-20 минут если собака энергичная молодая желательно несколько таких прогулок более длинных потому что эта энергия будет разрушать ваш дом если собака уже более взрослая и спокойно то достаточно как бы одной такой длительной там другая вторая и третья прогулка могут быть уже короче то есть это все очень индивидуально когда меня вот мне задают такие конкретные вопросы с какого времени их нужно укорачивать на сколько ну ребят ну нет таких графиков нет это же все очень индивидуально от вашей собаки зависит если собака не нагулялась вы видите вы приходите домой она продолжает прогулку разносит вам дом значит она не выбегалась значит нужно увеличить эту прогулку если собака пол прогулки активно гуляет а пол прогулки она уже еле волокет ноги ей ничего не интересно да она не реагирует на какие-то раздражители идет себе вяленькая такая скучно понятно что этой прогулки уже для собаки много поэтому смотрим на животное и если мы хотим получить точную инструкцию поминутно то такой инструкции не существует вот не существует правильно правильно улеглись так про прогулки понятно начинаем часто но коротко и постепенно более редко но более длинно вот так пеленочки пеленочки мы до того как щенок гуляет на улице конечно же щенок ходит на пеленки далее есть два варианта либо пеленка в доме остается контрольная но тогда приучение к улице немножко может затянуться потому что у щенка есть туалет на улице есть туалет в доме если мы пеленку буквально через там неделю две прогулок уже убираем то скорее всего щенок намного быстрее приучиться к улице поскольку сначала он должен понять что на улице мы ходим в туалет тоже а потом мы убираем пеленку в доме и тогда он видит что оп а туалета то в доме нет остался туалет только на улице то есть сначала мы даем понять щенку что туалет на улице существует а после этого мы убираем туалет в доме и тогда это приучение проходит быстро естественно и приятно как правило по большому щенки начинают быстрее терпеть лужи еще какое-то время в доме будут и если вы хотите быстрее приучить щенка к туалету убирайте пеленки соответственно быстрее щенок приучиться ну конечно несколько какое-то количество луж вам придется повытирать ну переживете если для вас лужи представляют прямо такую страшную смертельную опасность ну значит целите пеленки но пеленки тогда в вашем доме задержатся в любом случае так или иначе ну то есть выбор за вами и опять же это индивидуальный момент бывают собаки которые очень быстро четко понимают кто-то дольше в общем все как у людей у детей да кто-то на горшок уже ходит в таком-то возрасте а кто-то извините и взрослый штаны поэтому тут как повезет вот такая история такая история и немножко еще хочу сказать по поводу прыгания корги корги овчарка пастущая собака выносливая крепкая которая может в спокойном ритме в размеренном ритме преодолевать достаточно большие расстояния но все это собака может делать взрослая с постепенно нарастающими нагрузками если мы говорим о щенке до месяцев до пяти шести ну скажем так до полной смены зубов до первой течки усуки суставы связки все еще очень-очень на честном слове поэтому мы избегаем сильных резких больших нагрузок но все с умом то есть например если мы говорим о том что собаки спускаться с лестницы подниматься на лестницу нельзя можно подниматься можно спускаться можно но когда собака может это делать сама не когда мы пинками под зад ее пинаем давай спускайся а когда щенок с удовольствием не топчется возле каждой ступеньки полчаса а спокойно с удовольствием спускается не надо таскать его на руках может он спускаться пусть спускается если для него это трудно мы видим что он жуется у каждой ступеньки Значит, мы какое-то время можем ему помочь. Это касается щенка. По поводу прыжком на диваны. Если щенок прыгает, сам запрыгивает на диван, он с этого дивана может спрыгнуть. Если щенок сам не может запрыгнуть, а тупчется, тупчется, мы его подсадили, это недопустимо. Если щенок сам не может запрыгнуть, значит и спрыгивать с дивана для него опасно. поэтому продлите вот этот момент когда щенок запрыгивает на диван и сидит с вами на диване я вам советую что сделать играть со щенком на полу сами спускайтесь на пол хочется же потискаться со щенком поваляться я это прекрасно все понимаю спуститесь на пол и на его территории устраивайте вот эти все обнимашки не тащите щенком на кровать когда уже собака без проблем скачет на кровать на диван с дивана и у нее они как бабочки порхают без каких-либо там последствий ну да-да-да пожалуйста и слава богу вообще пембреки особенно кардиганы довольно прыгучие собаки мало того что они в agility могут достигать прекрасных результатов и наши выпускники не один выпускник занимается agility у нас и чемпионы такие выдающиеся результаты есть у собак ну и пастушка они занимаются и танцами они занимаются вообще корги могут все а уж кардиганы так тем более кардиганы очень прыгучие у меня вот вот этот вот вот этот вот вот этот вот мустина метровые стены перепрыгивает прыгучий такой легкий на подъем кардиганчик для него это все вообще без проблем если он захочет преодолеть метровую стену легко вот прям как как немец и перепорхнул неожиданно для меня была такая вот его прыгучесть но вы должны понимать кардиганы особенно они учитывая то что они длинные сами по себе могут при желании с легкостью преодолевать достаточно высокие препятствия у меня сима вот это вот коза забора на не перепрыгивает или но когда нужно залезть на стол то легко вот легко не успеешь и глаза моргнуть как она уже на столе даже если рядом стул не будет стоять она и так может скажи моет она магида сима да магиот вот поэтому с прыжками осторожно пусть все будет естественно и не чрезмерно так далее какие еще вопросы возникли вот по владельцев последнего крайнего помета у наших пешек пипишек так ага ошейники или шлейки ошейники даже не хочу размусоливать эту тему в объяснять почему в чем разница вкратце шлейка это специалий специализированный способ фиксирования собаки для ездовых собак для собак у которых шея толще чем голова более объемная да и ошейник мы не может выполнять свои функции для определенных пород и для для собак с определенным назначением спортивные там ездовые эти главы и какие угодно корги этим собакам не относятся пожалуйста ошейник мало того при постоянной использовании шлейки а еще и неправильно и очень тяжело подобрать по размеру собаки может быть и какой-то видоизменение грудной клетки выворачиваются локти если у вас еще и собака выставочная так вообще не дай бог поэтому не играйте с этими шлейками я вообще не вижу никакой необходимость кроме тех случаев когда польза от шлейки превышает ее неприятные моменты ну например польза может быть если не дай бог у вас пугливое животное то возможно тогда шлейка будет более надежно чем ошейник ну хотя тоже спорно не могу сказать точно потому что я шлейками не пользуюсь большого опыта или какого-то вообще опыта использования шлейк нет ну как заводчик я вам их не советую вода не использую и вам не советую поэтому ошейник и поводок ошейник и поводок если собака взрослая управляемая послушная может быть рулетка местах которые собака хорошо знает в местах длительных спокойных прогулок и прочее прочее то есть все с умом ну вот так вот сегодня у нас бы получилась такая длительная прогулка длительная беседа на тему если где-то что-то сумбурно думаю вы меня основную как бы тему вы поняли да и если какие-то вопросы вы можете их задать как принципе и на все эти темы более конкретно я говорила уже неоднократно есть много видео которые были созданы именно для того чтобы рассказать как ухаживать за щенками чем обрабатывать как кормить и прочее прочее сегодня мы поговорили так еще раз в заголом мимоходом без там каких-то конспектов подготовок тогда как я это вижу вот ну и заодно погуляли во дворе собаками да джим 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 вот такие вот дела и на этом мы сами прощаемся на или не прощаемся то по крайней мере говорим вам до свидания до новых встреч пока пока